Перекресток Байкальская и Красных Мадьяр. За последний месяц здесь произошли две аварии, пусть и не крупных, но сильно осложнивших и без того непростую ситуацию на этих улицах с оживленным движением. Сегодня на месте работают активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с ними представители городской администрации и ГИБДД. Их задача найти решение, как сделать перекресток более безопасным. Оно предложено установить на выезде знак, разрешающий поворачивать только направо. Пересечение потоков мы оградим, то есть пересечение напрямую. Четыре полосы пересечения, это тоже небезопасно. Тем более Байкальская улица очень оживленная, то есть движением направо мы можем ограничить левые повороты пересечения, тем самым оградить граждан от ненужных дорожно-транспортных происшествий. Проект Общероссийского народного фронта «Карта жизни» направлен на то, чтобы сделать движение в городах более безопасным. Такую задачу ставит президент России Владимир Путин. Одна из инициатив, предложенных активистами ОНФ, направляет средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения на устранение очагов аварийности. В Иркутске первые рейды прошли в декабре. Тогда Народный фронт проверил пять объектов. И вместе с администрацией города по всем были найдены решения. Некоторые, например, оборудование пешеходного перехода возле центрального рынка уже воплощены в жизнь. У нас есть группа активистов, помимо меня. Есть официальная статистика ГИБДД по поводу аварийности, по поводу смертности на дорогах. И из этой статистики мы можем брать информацию, на каких участках дорог, соответственно, Иркутска и Иркутской области, есть какие-то проблемные моменты. В таких проблемных мест в областном центре «Десятки» вот еще одно выезд с автозаправочной станции на улице Старокузьмихинская. Чтобы покинуть территорию заправки, нужно пересечь четырехполосную магистраль. Решение тоже, что на Инобайкальской и Красных Мадьяр установка знака, разрешающего только правый поворот. Все вот эти замечания, понятно, что они принимаются, рассматриваются. По возможности в минимизации каких-то затрат делаются быстро. Ну а там, где требуются уже какие-то длительные процедурные моменты, то есть проектирование, экспертизы, финансирование более капиталоемкое, то здесь уже, конечно же, рассматривается более длительный период. Сегодня активисты Народного фронта проверили пять объектов. Все возникшие предложения будут рассмотрены до конца марта на заседании профильной комиссии. Оно пройдет под председательством вице-мэра Иркутска. Следующий такой рейд состоится через три недели. Галина Тернева, Александр Мокин. Новости сейчас.